Субтитры создавал DimaTorzok Все ближайшие думают сделать наше рандеву в помешкании, а не под голым небом, но, как говорят, обставлены. Своя властная простора, заповедная земля, придбать землю, найти свой кут – вот оно, стратегичное ожидание каждого беларуса. Начальник, пожарная инспекция, санстанция – кто же означает между нашей свободой? Шановные, сегодня у нас разговор про птушку-феникс беларусской культуры, то и она появляется, то и появляется арт-садиба. Ну, сиди до него, и когда его с одного боку находится такая железная горка для уличных скейтеров-хулиганов. Ну, давай, давай. Все, иди. Это Змитер. Так, это Змитер, вот как раз таки из гурта «Амарок». А, ну нормально. Мышцы с робителями ко мне так выглядело, нормально. Такий рокер, да. Меня зовут… На камеру не глядеть. А, ну в принципе так. Меня зовут Дмитрий Афанасенко, я лидер гурта «Амарокко». Ну и, как повелось, я уже допомагаю Павлу, як арт-директор арт-садибы. Вот так. Таму, в принципе, у меня таки две тут працы есть. Працы с гуртом, які треба робить и просовывать далей. Ну и арт-садиба, як у них, на жаль, шукаем помешканье. Арт-садиба еще уникальна тем, что она изменяет людей. Принамусь, я веду пару человек, які изменили свое ставленное до белорусской мовы и культуры. Дякую за арт-садибу. У меня есть сябровка, якая пришла на сольный концерт на Марокко у арт-садибу. И уже прас пару ден мне отказывала на питание по белорусскому. Я был, веримо, взрушенный и счастливый ведущих этот факт. Меня арт-садиба изменила. Так само я знайшоў праз арт-садибу шмат цікавых людей, сябров. Часто бывало, что я приходил в арт-садибу один, но ведаю безумовно там своих сябров, которые организовывают мероприемства, а си ходил уже в некой компании. И это вельми легко можно было робить. Так, ты же выразаться будешь так? Конечно, все будет выразаться. Все выражаться. Ну, стараюсь вытравить меня так с полгодинки, не? Я думаю, что у нас были и Ватюшкевич, и Вольске, и разные такие уже, как это, супер-пупер, наши зоркие сокалы, наши белорусские. Ну и были, я думаю, все белорусские гурты, белорусскомовные из большего, какие у нас тут в Беларуси зараз дзеют. Ее не бояться собаку вещать, свиньи рицо в гнои своим. Альбома требный, колючий грушчак, ровный край и свободы в гим. Ну, от самого начала, когда Арцедзима началась, было выражено, что не коммерцина, значит, что денег нет. И когда будут некие импрезы, то нужно от самого начала, когда я стою с музыками сказать, «Хлопцы, прощайте, у нас такая вольная пляцовка, вы можете использовать, как выступить, но, видимо, гроши из этого никаких не отримаете, потому что у нас грошей нет». И это было в самом начале интересно, видимо, самым молодым музыкам, а потом, когда наша пляцовка стала больше такая уже подширенная, видимо, тут уже потягнулись все остальные. Когда в последний раз у нас дарилась проблема с помешканием, тоже кажутся, может, либо измените назву, бо Арцедзима, может, оно так само уже в черных списках это слово, те у неких незразумелых, там, отпугивая уже когось это слово. Что такое Арцедзима? Арцедзима – это пляцовка, открытая, не важно, пляцовка для творческих людей, для интеллектуальных людей, для людей, которым текает белорусская культура. Арцедзима мне дала таки рух наперед, но после этого я начал активно и насыщенно выступать. Мы можем нарабить нечто такое, что некие адмонные реакции начнутся в громадстве, там скажут «Хлопцы, вы тут перекрутили нашу культуру, экстремисты, что вы тут урок нам делаете, некий незразумелый». Али все классно и шло, и мы на вас сами издевлялись месяцы с ним. О, три месяцы! Класс! Только мы подписали домову, и на наступный день мы там уже некие сделали косметичные працы, там запросили людей про социальные сетки, чтобы генеральную уборку провести, прибрали помешканье, и на наступный день, как протягнуть эту працу приходим, а там уже висит печатка, на которой написано, что опечатано Крундинским отделением Министерства надзвучайных ситуаций. Ну и директор после меня в приватной размове сказал, что так на самой справе приехали, ему загадали очинить, поглядели, некий акт склали и опечатали это помешканье. Он не хочет гублять бизнес, у него працует шмат людей на предприемстве, и так будет простить. Опечатанное помешканье стало неопечатанным, когда зразумело стало, что мы там уже не будем тусоваться. У тебя была небоспека землетрусов? Было штормовое выдержание? Нет, в тот день, когда, ну за день до того, как зачинили, была небоспека, это, может быть, Левонвольский. Стал такой небоспекой. Землетрусом? Да, стал землетрусом, и там надзвучайной ситуацией, и хоть за все. Что там отремливается? Я сумный. А что весело? Ну, мне девчина, дарящая моя, завжды каже, что я весь час сумный. Мне кажется, я наоборот позитивный. А отремливается, что на всех малюнках, фотосдымках я отремлюсь неким сумным. Початка сумы. Просто это тяжело, а сяди бы лежить на твоих плечах. Ну, может быть. Музыка. 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 И ней-кого, того импеду, який был ранее, все как бы. Там уже сколько-то, 20 годов стоять на месте, и у плане культурного развития, и у больших планов. Потому что я все-таки оптимист и мне не хочется никуда съезжать, потому что я знаю, что тут я потребный больше, и тут я могу сделать больше, чем в некой замежной стране. Я уже буду эмигрантом, а не человеком, который принадлежит к этой стране, к этой нации. А тут, да, вершик этого все-таки, мне кажется, нужно на публику... Оу, я слова тут забылся. Ну не ладно. Забыл. Зачем мне это... Я вчера не веду и не хотел бы удаваться в этой трубе, если чему так отбылось. Кучей за все, что мы некому пошли, может быть, пирожка жрать. Может быть, неким клубом створили конкуренцию. День звонков. Да, может, я там пропонуюсь контракт. Вы не хотите стать директором белорусского талибача? А что я тут делаю? Да, да, лимузин подъезжает. Ну, я люблю эту страну. Какая она не есть, это моя страна. И мне хочется, как... И я был потребен ее. И как меня не разумели, тут больше разумели, чем сейчас разумеете. Все, что с нами отбывается не вельми доброе, там некие забороны, недозволы, там некие паперы на нас пишут. И оно все отбывается не как с подтяжка. Николи не было, что до нас пришел там некий дядька таки и сказал, что вось вы там робите дрянные справы, больше такого не робите. Завжды нехта пише паперу, нехта нам... Мы доведываемся однеколь. Нема такой вось... Все, как бы, робится так погано, погано с подтяжка, как я кажу. А не прямо открыто поразмовлять, подлумачить, что и до чего. Вы открыты на диалог? Все открыты, целиком открыты. И наша такая концепция, которую мы от начала начинали, что это открытая культурная плясовка. Место, где каждый может реализовать свою некую идею. Да, это супер популярная идея, и она сидит, я думаю, что в головах каждого, сделать такую тусовку. И когда идея в жизнь перетворилась, все пошли люди. И такого на толпу сопровождения никто не шагал. Я думаю, что когда это уже был прецедент, то это обовязково отбудется, не глядяши на все перешкоды, которые нам делают. Это обовязково будет в ближайший час. Это видно отбудется. Это такая социальная революция. У доброго слова. У доброго сенси, да. Настрой солнца в день яркий, але уже не грея. Мы разом сходим у тень, и вера сень нами хварея. В осень занадто спазнилася. После лета знов было лето. Это нам только снилася, когда мы летали по ветру. Шалик. Тапки и коудра. Вылечить вера сень треба. В замес леков примаем водор. Парфюмов, взмешанных с небом. Мы ловим солнца частоты. Каб быть у одной атмосферы. В осень. Ранок першотный. И мы. Люди, які уверасим верам. Дякую. Дякую. Я думаю, что свет не без добрых людей. Это все отрывается. Дякую велике. В головах наших вен. Остается яшую путь в пирамиду. Станем мы увольны. Я от мед ее сперы. Все гряды дорослая дальше смело. Дети дорослые отдаты и батули. Я вас летаю в нашем круге. Мы все тут собрались, а весели. На завесе знаем, стоит просто колбаситься.